Всем привет, дорогие друзья, с вами Пермария. Дорогие друзья, это Катя. Всем привет! Катя тоже пьяница. Ты еще какая? Да, и у Кати, как выяснилось, то есть, ну, как бы мы хотели сделать какое-то видео и не могли придумать. Типа я тебе говорила, давай попьем, что попьем джин из красного и белого. Предлагал какие-то женские варианты коктейльчиков, что пьет девушка-бармен на смене, и это было очень разнообразные предложения, которые... Да, ну ты работаешь барменом. Может быть, даже кто-то тебя никогда-то видел. А у Кати дома нашлась подборочка лоботомии аж за целых пять лет. Да, я алкаш, который хомяк, поэтому все, что интересно, я тащу домой и собираю это в течение долгого времени и потом гордо это пытаюсь выпить. Вот, я еще спросил, типа, а не жалко ли? Это же, ну, типа, такой вот, ну, раритет, блин, я не смотрю, а не в пыли, как, знаешь, в этом самом... Ну, вот это вот прям... В дорогом ресторане надо вот так подносить, так, типа, пыль с доли, вот, и это самое. А я, значит, что такое лоботомия? Опять же, кто-то наверняка не знает, кто-то из шортов пришел смотреть видео. Значит, это специальный фестивальный сорт, который пивоварняев брю, под свой фестиваль «Лободей». Делает уже очень-очень много лет. Первая лоботомия появилась в году, по-моему, в 2014-2015. В 2014-м где-то, да. Там была правосторонняя, левосторонняя, фронтальная, и вот это все развилось вот в то, что дошло сейчас до нас. И как-то так вышло, что за лоботомиями, ну, во всяком случае, сейчас, по-моему, уже не так сильно, но вот в тот момент это был прям, ну, фетиш, фетиш. Если раньше это было что-то такое редкое, то сейчас, наверное, это какой-то мерило. То есть все знают, что есть лоботомия, это какой-то стандарт качества, что это будет достойно, и это стандартизировано, это надо брать. Поэтому лоботомия пользуется всегда спросом, и проходя там через год, люди приходят и спрашивают, «А есть ли лоботомия? Может быть, она где-то завалялась?» Ты понимаешь, ну, ребят, она приходит и уходит через два месяца, и ее больше никогда нет. Но люди всегда спрашивают, несмотря, сколько времени прошло. Что мы будем делать? Мы будем пробовать все это просроченное пиво, которое на самом деле... Ну, вот, кстати, а сколько они будут показывать? Ну, вот 720 суток, два года. Два года. То есть вот эти две бутылки еще даже имеют право на существование, и оставшиеся три, к сожалению. Ну, это все равно, это же чисто символически. А как они у тебя хранились? Они в темном углу, без света, в прохладном помещении, чтобы никто не видел, не слышал и не знал, что они есть. Так, значит, мы будем пробовать от ранней самой... От вот этой? Нет, наоборот, от самой новой... От самой новой... К самой старой. Вот, заодно посмотрим, что же сделал эйджинг со всеми этими сортами. Что изменилось, до вразилили остаточные сахара, и что вообще с ней случилось? Ну, вот это все я, как бы... Все лоботомии я пил. Единственное, я, конечно, ну, я не фанат, они для меня какие-то все... Мои любимые гребка и темное пиво. Одинаковые, типа, ну, сладко, очень сладко, всегда почти. Я не помню... Зачастую, да, очень сладко. ...но лоботомии все эти приторные. И вот новая, кстати... Тоже сладко. Тоже сладко? Тоже сладко, да. Один из примеров... А как ты относишься к тому, что они фестивальные релизы на самом фестивале отдают не в бутылке, а в банке? Зачем? Ну, ты когда заходишь на лоботомию, тебе, кроме там шопера, шопер, бокальчик, дают еще и бутылку... Ну, не бутылку, а банку лоботомии. Банку? Ну, не знаю, может, чтобы там, типа, не переколотили друг другу головы любители... Так у тебя все равно стекло с собой. Пошерить крафтик. А, я же, кстати, это... Я рассказывал, мне... У меня же разрезали бак... В фестивальном бокале мне разрезали палец. И я какие-то... Я эту историю, я не помню, по-моему, я ее в обзорах не рассказывал ни разу. То есть реально на фестивале у человека разбился бокал, и он как бы вот просто... Розочкой. Да, то есть... То есть он просто вот он шел с бокалом разбитым, и как-то вот так вышло, что я проходил мимо него, и бокал мне попал вот сюда вот на... Вот прям-прям вот... Вот в самую... На катушечку. В самую вот мякотку вот эту мизинчиковую. Господи, вот на этой руке, Малера. Да, я вижу шрамик. Вот, и у меня остался... В память о пивном фестивале у меня остался шрамик. Значит, что по деньгам? Лоботомии стоили всегда... Дорого. Дорого. И в первую очередь, как бы и за счет лимитированности, и за счет какого-то вот такого вот... Хайпа, конечно. Хайпа, да, и плюс, ну, наверное, как бы такие вещи делаются... Ну, как-то не шибко просто, наверное, да? Ну, последний... Вот предпоследняя лоботомия в среднем стоила около 800 рублей. Последняя вот эта стоит на полках в среднем 900 тысяч. Очень мощная какао-бобы. Прям бьющие из носа, забивающие сразу все. Что-то мне напоминает. О, другую лоботомию. Ну, прям шоколадка. Шоколадка топленая? Кисло. В запахе. Давайте попробуем. Кислота минимальная, на самом деле. Они же говорят, что они, честно говоря, не вспомню, какой именно сорт кофе добавляют, точнее, выдерживают с ним, поэтому кислота это тоже может быть. Подожди, как назывался сорт кофе, который рекламировал этот Ивор Калнедж? Это... Просто представил, что мог бы Ивор Калнедж рекламировать лоботомию такую. Просто я считаю его супер-классным, самым сексуальным мужчиной мира. Вот. Я же сказал, что это кофе. Я сполнил рекламу кофе. Это просто растопленный шоколад с добавлением чуть-чуть. Именно побок, возможно, тонко. Но очень сладко. Слушай, ну, мне не то, чтобы не нравится. Мне вот реально, мне прям приторно. И мне прям... Тяжело, но даже насколько я лояльна к сладкому, бутылку 0.33 мне в одно лицо выпить не то, что тяжело из-за градуса, тяжело из-за сладости. Ну, она же никогда и не подразумевала, что типа нужно выпить всю бутылку 0.33 в одного. Как вот все садятся, начинают по маленьким стаканчикам шерить. Купаж. Ну, вот мне нравится послевкусие. То есть мне не нравится это пить. Мне нравится послевкусие. Это как... Здесь она чуть-чуть постояла, потому что на самом лоботоме она была гораздо плоская была, она была безинтересная. Сейчас уже чувствуется и какой-то изюм, и какой-то там оттенки ромы. Сейчас хоть что-то уже появилось. Потому что именно в самом фестивале она была неинтересна. Постоянно. Ну, не знаю, мне нравится нюхать, и мне нравится послевкусие. Вот. А пить не нравится. Ну, потому что оно крепкое. То есть мне нужно пробиться сначала через всю вот эту вот... Ну, все равно даже невинное дело. Нет, абсолютно нет. Какая-то вот именно кофейная, шоколадная... Здесь по-хорошему. Вот каждой бутылке нужно давать пол-литра водички, потому что хоть как-то это смыть, и с каждым глотком это будет приятнее. Потому что если это пить вот так, вот это будет очень тяжело, тебя-то набьет искомину, и все. Так, ну ладно. Значит, будем брать это за отправную точку, когда дальше... А Джек Дэнилс вы там чувствуете? Нет. Как раз-таки минуту по улучшить. Именно в этом году Айвбрю... Не помню, что такое было раньше. На Лоботомии выпустила специально к этому фестивалю свой шоколад, который был сделан специально с производителями кофе под названием Сварщица Екатерина. Сварщица Екатерина. Так что теперь Сварщица Екатерина мне временами припоминают. Было мороженое. Да, мороженое было, но я, человек, страдающий от лактозы, побоялась его пробовать, потому что и так было безумное количество сортов, которые были опробованы, и мороженым я уже не хотела рисковать. Оно из себя представляло что? Оно из себя представляло... Они, да, они сделали на основе какого-либо своего пива. Там точно были берлинеры, которые passion is my confession, с малинкой. Но там-то лактозы, наверное, нет? Это просто, знаешь, типа фруктовый лед. Нет, нет, они добавляли до лактозы, потому что именно по цвету готового изделия это напоминало обычное эскимо, просто залитое в красивой формочке. Так, значит, прошлогодняя лоботамия. Включается сварь на 25-й рамках. Смотри, почему она выдержит. По-моему, вот эта одна из самых крепких, потому что вот эта 12,9, а эта у нас 15, да, она 15-градусная. Я думаю, что она была одна из самых крепких лоботомий. Я ее... Я не помню. По-моему, я ее пил. Но, значит, уже выдержанная, настоявшаяся. Сейчас мы... Пахнет на ней мучить. Вот она пахнет уже кислой. Вот она вискарем пахнет. Даже не вискарем, а уже, знаешь, типа как самогонка уже. Но это не вискарь, это не бурбон. Это вот уже кофейная такая кислота пошла, которая очень бьет в нос, плюс градус. Она еще... Градус чувствуется прям люто сейчас. Да, она еще почти не охлажденная, то есть она достаточно теплая, и все... Ну, типа не надо же ее... Нет, это понятно, но просто чем теплее пиво, тем больше всякие... Ну, не дефекты, особенности пива бьют тебе в нос. Потому что, когда ты его пьешь холодным, они сглаживаются, они становятся не такие яркие. А сейчас ты вот весь вот этот букет такой прям с ноги получаешь. Чуваш, чуваш. Ага. Просто. Набьется... О, вот. Вот в ней как раз-таки чувствуются торфяные нотки. Именно... Ух! Бинты, йод, чуть-чуть криазота. Нам надо знать, что это такой стол закусочек. Там мальчик, мальчик, наметай нам. За пышками сходить. Наметай нам. Нет, тут прям... Там сосисок в тесте осталось. Нет, вот огурчиков хочется. Да, да, да. Сало, черного хлеба. Сало, хлеба, да. Но тут вот, да. На самом деле, в ней очень хорошо раскрылся вот эта... Раскрылась айла. Айловая бочка здесь есть. Это все, что я не люблю. К сожалению, не переношу вот это все на... У меня реально ощущение, что здесь, ну, даже не 12, не 15. Мне кажется, здесь уже вообще все 20. Ну, ты можешь, что она теплая. Как тебе по сравнению с железнодорожной водой, кстати? Железнодорожная вода тоже, айла тоже 15 градусов. И вообще не похоже на железнодорожную воду. Железнодорожная вода, кстати, это напиток, который, ну, вот, максимально ограничит вот с... Ну, не могу я, короче, не совсем. То есть, два гладка жидо воды и все. То есть, есть... Шальная... Даже не шальная императрица. Я просто сажусь на стул и такой, типа, ну, все. Типа, я устал. Я больше... Умирали. Я больше... Я больше ничего не хочу. Нет, вот здесь вот прям йод выходит на первое место. Он затмевает вообще все. Он запивает кофе, шоколад и перебивает это все. Я за йодом, я говорю, я за креал... Ну, вот, за йодом, за бинтами не чувствую ничего. Ни кофе, ни шоколада. Вот я чувствую йод откровенный во вкусе и в запахе. Я на самом деле, я вспоминаю, все-таки, я ее пил в прошлом году. Она была не такая. Она была менее спиртовая, более сладкая. Ну, вот, это как раз-таки... Ну, понятно, сахара ушли. Процесс дображивания. Я бы думаю, что же мы получим теперь вот в последнем. Слушай, это должна была быть достаточно мягкой. Мне кажется, она будет лучше вот этой, но это моя надежда. Вот, еще на вот эту тоже есть надежда. Давай посмотрим. Это одна и следующая? Не, я, наверное, не буду. Хотя ладно, что ж. Да, бля. Я просто реально боюсь, вот сейчас, знаешь, я залпану, как озон. И вот, типа, просто пацаны не пейте лоботамины. Пресс-эф? Уф. Уф. Ну, закусочка бы дайте, конечно. Закусочка не помешала бы, да. И вот сейчас реально как озон, так просто. А потом, а потом новая этикетка для пьет. Лоботамина меня раззадорила. Я более чем уверена, что на это найдется свои любители, на это найдется очень много любителей, потому что много людей, которые пьют виски, именно уважают айловую бочку. Возможно, просто для обычного пользователя, который пьет виски и любит имперские ставки, это будет сладко, это будет действительно сладко. Но это найдет своего пользователя в очень большом количестве, вопрос, сколько человек реально взяли себе эту бутылку подержать на время, сохранить, а вот не пить прямо сейчас. Но лично для меня это невыносимо, не так невыносимо, как пиво пивоварни Бёрнинг. Так, значит, третья лоботамия у нас пошла. Это тоже, это тоже я пробовал, но я вообще, я вообще не помню. Выглядит очень красиво. Хотя, по-моему, я как раз ее попробовал, мне как раз понравилось. И я как раз, по-моему, именно про вот эту вот 2021 года, я, по-моему, про нее как раз сказал, что вот... Она прям по мне самая стильная, потому что это вот ярко-красочная, это просто выдержанная в черных цветах, подкрашенная золотом. И вот еще вот, вот прям, смотри, потроганющая. Смотри, как прекрасно. Примерно как на жижке от салата. Ладно. Нет, слушай, жижка от салата на полке выглядит достаточно достойно, потому что она привлекает внимание, и люди, которые даже не знают, что это, они такие, ого, жижка от салата, классно, дайте попробую. Вот, 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 понимаешь, питерская соль. Нет, ну, слушай, мне кажется, в этом плане первые комы сделали, когда они сделали соль-медь, под эту баночку старую, советскую, красную, желтыми пятнышками. Она на полке выглядела вообще замечательно, но для тех, кто помнит, для тех, кто знает. Ну, это же опять, это же был этот смузик какой-то, я помню. Ну, скорее всего, это же ком, это же мискирич. Слушай, а вот ты же до черта что пробуешь по работе, вот что на тебя в последнее время произвело прям влюблит. Слушай, ну, у меня есть достаточно все-таки специфичный вкус, опять же, мне нас дочертели с музикой еще черти когда и черти давно и, опять же, зажравшийся пользователь, как мне называют везде, где только можно, я именно для души открываю определенное пиво. Из того, что мне больше всего понравилось в последнее время, это была коллаборация Степи ветра, Дабы Лэй и Тру Вайлдов. Это сидр с кислым элем, с выдержанным медом и с добавлением чуть-чуть вишневого вина. Красный квадрат, это восхитительно. Оно было до лоботомии, когда у нас была дегустация, но было на лоботомии и там в маленьком лимите сейчас продается для российского пивоварения, это восхитительно. Вот, наверное, последнее, что да. сухарики с шпаком газе. Вот, смотри, и что еще здесь? И вот сухарики с сыром пармезаном. А в каком плане произвело на тебя впечатление? Нет, я просто решил противопоставить, чтобы быть так же круто, как... Если прям подопуститься чуть-чуть вот этих вот каких-то небес и редкостей, пивоварни Red Batten, они сейчас же пошли делать крепкий мед, вот у тебя сейчас стоит с ананасом. Они делали крепкий мед с гранатом. Так. В среднем это стоит 400 рублей за 14 градусов, 0,25 градусного восхитительного меда. Очень хорошо, очень достойно, ничуть не уступает Дане степи ветра, даже догоняет ашрамов, которые мы любим и уважаем. Только цена в три раза меньше. О! Очень похоже по запаху на первую на самом деле, потому что те же бобы выпирают. так же нельзя делать, но... Мне пахнет сургучом, поэтому... мы здесь... Нет, прям запах очень похож на первую. Похоже, и алкашка в нос не бьет. Алкашка в нос не бьет, потому что она сколько? Она 13,5. Ну вот в том и дело, нет, она вся вот где-то примерно по крепости одинаковая, но вот здесь вот, видимо, она так доброделая у тебя славно, что она прям... Причем я ее забрала на самом деле домой достаточно недавно. Я забрала ее в январе либо феврале этого года, и все это время до этого она стояла даже в холодильнике, то есть у нее не было вариантов испортится. Вкусно. Вкусно. Тоже... Все равно сладко. И почему-то жидко. Почему-то это не такая плотная. Тягучестью нет. Да, то есть нет вот ликера, нет сиропа, то есть она гораздо более жидкая. Может, тебе надо поболтать и долить кошельничку. Осадочек, хлопья. Осадочек. Но вот, знаешь, единственное, все равно какой-то вот запах, и вот мне кажется, этот запах, он какой-то вот, не знаю, какой-то... Нет, послевкусие с перчаткой. Как я люблю про жуженную пластмассу поговорить, вот у меня все равно такое ощущение, что... Так, мне кажется, в половине перских стаутов будет вот подобное. Нет, здесь вот именно какое-то уже как будто какое-то легкое... Стороночка? Легкое окисление как будто уже прошло. Какой изысканный, интеллигентный, интеллектуальный обзор. Вот у нас есть зритель, который часто смотрит обзор Берваре по вечерам. Временале ТБП просматриваю. Вот. И он просто в шоке сейчас просто сидит от того, насколько качественный контент происходит. Вообще просто, кислинка там. В чем выдержанная теперь? В чем выдержанная? Да. В бочках. В строгих тонах. Я не готовилась, я просто привезла их сюда. Педро Хименосе. Это который этот, который играл просто в Марии. Да. Педро Хименосе. И этот самый еще, там Пабло Асунтьон. Они все на самом деле Педро были. Нет. Лоботомия пошла. Лоботомия пошла, да. Пошла, пошла. А то сидят тут такие, типа... Нет, слушай. Пайншка топлива. Мне кислинка не замечается, сахар есть, да, но вот жиденько. Я думала, ты залпуешь. Я же занервничала. Вспомнил по поводу залпуем. Вот у нас есть такое пиво, которое мы сделали с Сергеем Симоновым. Дон Симон называется. Тоже имперский стал. Это все первая варка или уже следующая? Это все первая. У нас как бы стоит из-за своей специфичности не сильно, видимо, пользуется спросом. Хотя мы его много сделали. Блин, как тяжело тут в полгоре. Короче, это тоже где-то там какая-то вискарная бочка выдержанная. Щипай или бочка? Бочка. Бочки подержали на Мышевском. И, короче, что сам Дон Симон, что большое количество его поклонников, они такого пива не видели. То есть, он герзкий стал. Вот это крепко, крепче охоты, вау. И, как бы, они его залпуют на спор. Как раз приезжал сюда Дон Симон в наш магазин, проводил стрим и зашел мужчина какой-то и, типа, ему предложили за донаты залповать Дона Симона. И он, если я не ошибаюсь, он залпанул, по-моему, то ли 4, то ли 5. 5, ну, полтора литра. Полтора литра имперца, и он до этого еще что-то тут стоял, заправлялся, и он ушел дальше. Хуже, чем имперские стауты, залповать кисляками. Кисляками не саурелями, а трифонтейнами, кантильонами и прочее. Это проклятие. Проклятие от Кати залповать трифонтейнами. Залповать трифонтейнами? Да. Он же, многие трифонтейны кислотные настолько, что жгут тебе горло. И чем дальше ты это пьешь, тем больше он тебе жжет. Нет, слушай, у нас есть там вон стоят какие-то трифонтаны у нас стоят, но лайтовенькие. У вас стоит бизард, он будет кислее на самом деле. Вот с этого это все и начинается. Сидели люди интеллигентно. А тут трифонтейны на трекладоши залпалась. Теперь, да, залпуем трифонтейны. Ладно, давай допьем. Давай. Извиняем. Вот хорошо постояло. Вот это, по сравнению с предыдущей, вот это постояло замечательно. Причем пока мы вот с тобой вот сейчас вот это все обсуждали, оно продышалось, и пошло. Слушай, а есть пивный декантер? Я думаю, что нет разделения на пивные, сидровые, винные. Есть просто декантер. Я не взяла косметику. Спасибо. Спасибо. И надо еще это... Я же говорю, не надо было взять пудру. Ребята, блещу, пудра, пудра. А так, именно с точки зрения сидра, декантирование, да, достаточно популярно, и многие предлагают это делать. Мне тут хотелось устроить вечер декантирования, хотел достать декантер и декантировать все вообще, вот, все пиво, которое найдется. Декантируем, айбейс. Начиная от хадыжинских и заканчивая вот какими-то такими вот вещами и все декантировать. А зачем? Смысл? Не знаю, просто не... Просто нравится процесс. Смысл декантирования это осадок, насыщение кислородом, избавление от осадка, насыщение кислородом. Какой осадок? чтобы раскрылось больше. Я очень сильно тебе позавидовал, когда ты рассказывал, что вы отдыхали в Adalp отеле, и что там были-были зоны без детей. И вот это просто... Ну, потому что это действительно... Ну, как бы я с маленьким ребенком. Моги мне с маленьким ребенком отдельно в зону 13 лет. Мне этот сервис распрекрасный закрыт, и мы были в отеле в Турции, однажды, когда там вот обычный ресторан основной, где там завтраки, обеды, ужины, он разделен на две зоны. То есть, ну, как бы взрослая зона и зона для всех остальных. И вот, знаешь, вот я иду вот в ту зону в основную. И справа от меня сидят красивые люди с завтракой, вилочками, ножичками нарезают свои... Тишина, покой. Свои колоса. Кто-то играет на скрипке. Все это очень красиво. И приклёбывают шампанское такие все богемные. А я иду в филиал Ада, где там что-то грохочет, кто-то кричит. Крики, вопли, витающая картошка, просто «Мама, колы!» И я вот мимо этого я так говорю, «Пожалуйста, пожалуйста, я хочу туда!» А знаешь, что я еще ненавижу в Турции? Анимацию. Это просто, это омерзительнейшая анимация, потому что... Нарядные люди, которые... Не знаешь, меня никогда... Меня всегда люди пугали, которые... «Потер гим!» «Потер гимнастик!» «Ботчатай!» Люди, которые пишут, что типа... Ну вот типа «Отель хороший, но типа...» Анимации не достаточно. «Слишком скучно!» «Недостаточно анимации!» «Сука! Чё тебе надо? Какого чёрта тебе надо?» «Чтобы что?» «Чтобы...» «Чтобы ногой с горки столкнули?» «Недостаточно весёлая дискотека была ночью!» «Ух, вот это вот да!» «Ой, господи, она опять похожа на вот эти две, но эта уже пошла по одному месту, потому что, видишь, она зерниться начала». «Это лоботомия 20-го года, дорогие мои друзья, 27-й, 06-й, 20-й. Крепость здесь 15, причём написано не менее 15. «Но ты видишь, что она прям зёрнышками пошла?» «Да, это значит всё?» «Нет, не всё, но близко». «Но пахнет тоже примерно как-то так же». «Нам приходила Омни Пола, которая была полностью в сроке, и у него по краю всё было вот в этих вот маленьких зёрнышках». «Но чтоб тебе приходила Омни Пола сам?» «К сожалению, нет». «А как по-шведски добрый день?» «Хуи морген, ну вы умеете ли?» «Хуи морген». «Тож, ну пахнет не злобно, вообще не злобно». «Нет, здесь градус не чувствуется, так как вот этой. Я не знаю, сколько там было сахара, потому что она сладкая до сих пор. Вот у кислятина. Вот эта кислятина. А где сладкая?» «Нет, она сладостью, но кислятина не в плане того, что это кисло, а в плане того, что это как будто уже прокисло. » что можно сделать, это хранить пиво в банке. Особенно его эйджет. Потому что какой бы там внутренний слой защиты ни был, все равно оно портится, оно окисляется. Если там хоть какие-то перепадки температуры, это все отражается на итоговом продукте. Поэтому в бутылке это все-таки лояльнее, все-таки получше. И по сравнению с хранением с банкой, оно еще живо. Не идет. Вот это что-то вообще не идет. Да слушай, сладенько, крепенько. Почему так сладко? Да, вот вопрос в том, что спустя три года оно настолько сладкое, что шприторное. Что было тогда? Потому что я его плохо помню. Нет, я его помню, потому что это как раз-таки был ковидный год. И только разрешили работать с верандами и выпустили цифровыми. Тогда еще у нас в России был Вилтвин. А вообще тяжко было, потому что тут мы как бы это... Слушай, было нелегко, но справедливости ради у нас очень лояльный арендодатель. Он прям очень хороший мужчина, прям вообще замечательный. И поэтому не без его помощи все произошло чуточку помягче. Плюс мы потом начали работать как магазин, потом открылись площадки, прочее, прочее. но как бы перетянули, но... Самое было уморительное это в Москве, когда к нам пришла проверка из управы. Где продукты. Где продукты. И мы такие, типа, ну, алло. И она такая говорит, так, идешь в пятерку, покупаешь гречку, макароны, хлеб, соль, хлеб, все это выкладываешь, и типа, и продолжаете работать. Ну, давай. Последняя, но она же первая. Ну, первая. Последняя. К сожалению, последняя только в моей коллекции, потому что до этого я была слишком глупа и не собирала бутылочки. Я вот думаю, насколько, насколько ценно было их сегодня открывать. Ты же могла их продать потом за Авито. Я не барыга ни в коем случае, я собираю это все для себя, потому что я хочу, например, когда собирается какая-то компания, открыть что-то интересное, что-то стоящее, что-то достойное, чтобы такие, ешкин кот, это круто, это классно, этого нигде давно нет. И поэтому, вот примерно то же самое. Ну, вот сегодня примерно это и происходит. Да. Собрались. Нет, я очень рад, что такая, ох, смотри, как деготь полился, просто чернейший. Просто чернее. По-моему, это самое черное. Да. Самый черный, самая гуская. 12,8. 12,8. 31 примерно. Экстрактивность 34. Слушай, ну пахнет она вообще вся, кроме вот этой Айлы, примерно одинаково. 2019 год, хороший был год 2019. Сейчас вспоминаю, думаю, какой же был хороший. В барах было, мне было, дуги все. Причем, знаешь, типа, был у меня с 2019 на 2020 я записывал всегда традиционный ролик, типа там, мой пивной год, рассуждаю про какие-то сорта, да, да, что я попробовал. И там, ну, всех поздравляю. Она самая мягкая. Самая мягкая? Вообще мягкая. Ты не думаешь, что это просто потому, что мы уже с тобой четыре бокальчика накинули? Не знаю, попробую. Да. Она прям вообще мягчайшая. И вообще ничего не выпирает, ни одной дряни не выпирает. В ней нет кислинки, в ней почти нет бочки. Она сладкая настолько, насколько должна быть, она кислая настолько, насколько должна быть, и... И вот ее пропить приятно. И бьется мерзко, неплохо, да, прям хорошо. Слушай, если брать вот все эти пять бутылок, я бы допила вот эту. Ну вот, либо вот эту самую, как бы новую, хотя бы... Так вот, и, короче, вот это видео, и я его записал, выложил как раз где-то вот там на границе 2019-2020 года, и там чувак какой-то зашел, написал комментарий, типа, Никита такой грустный, как будто мы провожаем самый лучший год нашей жизни. Ванга. И ему там сейчас, вот это сейчас видео, как раз люди туда ходят, для того, чтобы ему написать, какой он Ванга. Слушай, вкусно. Вот это вкусно. Вот это прям... Вообще идеально. Градус как будто бы даже уменьшился. Да. Нет, здесь прям вот ровно так, как все должно быть. Нет, вот эту штуку я бы прям, типа, прям бы попил. Я брала эти бутылки еще когда жила в Ростове, мы нашли замечательного молодого человека, который брал ящиками и продавал там по пол ящика. И я взяла пол ящика лоботинии и дружно пила его почти полгода и очень наслаждалась. И у меня с того момента вот оставалось несколько бутылочек. Я бы еще вспомнить, первое знакомство вообще вот с такими вот вещами. Слушай, самый первый мой закуп к крафту это был Бакунин Рукобога. По-моему, меня Леша напоил греков вот этим вот каким-то... Но это был не имперец, это... Блин, дай бог памяти. Это какой-то был крафтик, причем не наш. И там был нарисован белый орел, красно-синя такая баночка маленькая. Там был нарисован белый летящий орел. Не могу сказать. И это был, по-моему, как раз это был... По-моему, это был белый имперский стаут. Байк... Ты красная баночка? Да. Это коллаборация... Ой, господи... Амундсона и Брюк. Да, да. Это белый имперский стаут. Вот он у меня в банке сдох к чертям просто. И вот это было как раз тогда первое знакомство с какими-то какими-то вещами. Это давно не первое было для меня на самом деле. Потому что первое это было рука бога. После этого я попробовала Биг Блэк Машу ТФ. Это было прям вообще для человека, который знал, что есть там белая темная вишенка. Ей, по-твою мать, Биг Блэк Машу. Охренеть же. А потом второй мой закуп был уже Лавкрафт, Добэл Эй, какой-то штамп, и я его брю. И вот когда ты пьешь вот, типа, твоя третья бутылка крафта в жизни Добэл Эй, твои понятия вообще ломаются в жизни в этой и ты понимаешь, что, господи, это тебе не... Сухарики с шашлыком газа. Да? Да. Если бы я попробовала тогда такое, я думаю, что мой крафтовый мир на том бы и закончился. Я бы просто не стала продолжать дальше. Так, ну что, залпуем? Залпуем. Не, вот слушай. Не, очень хорошо. Я бы даже продолжил. Даже не хочется делать, как я обычно делаю. Ну вот видишь, значит... Рейджинг пошел ей на пользу. Причем, как я показывала, что вот здесь были вот эти вот крапиночки, здесь нет ничего. Да. И все-таки я сейчас пытаюсь вспомнить, сахар подушел. 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 Вот, значит, что, какой вывод-то у нас из всего вот этого следует. Собирайте бутылочки, храните их правильно, берегите их, потому что мы не знаем, что будет дальше. А вообще, я не знаю, мне кажется, что у меня эйджинг не получится. Если только вот здесь, например, где-то здесь, завести какую-то полку, я, например, просто буду писать продавцам, возьмите с меня денег и поставьте в эйджинг. Потому что если я буду эйджинг дома делать, то как бы все равно... У меня дома хранится либо мед, либо что-то темное, крепкое. Это то есть те напитки, которые ты не придешь такой вечером, как тот же Роденбах, не откроешь, свое удовольствие не попьешь, потому что это более тяжелая история. И поэтому я собираю что-то такое крепкое, интересное, выдержанное. И у меня порядка там 80 бутылок дома долежит. И ты каждый раз открываешь это все, смотришь, думаешь, ни сегодня не хочу. Просто говорят, что если у тебя дома хранится алкоголь, ну типа, может храниться долго, значит, ты еще не алкоголик. Значит, с тобой все хорошо. Но я думаю, что это не совсем справедливо, потому что это может просто значиться, что ты богатый. Да, что ты богатый алкоголик. Ты богатый алкоголик, ты просто покупаешь себе еще. Да нет, но... Не, у меня что-то лежало дома, у меня какая-то Бельгия лежала. У меня, я же говорю, у меня дома не лежит никакой кисляк, не лежит никакой ситр, потому что это выпивается вот так вот в течение недели. А какая-то более крепкая, более выдержанная история, которая тебе жалко, которая, ты понимаешь, что это там лютый лимит, что это какая-то редкость, ты понимаешь, что придя домой вечером просто так это уничтожить, не хочется. Хочется понять вкус этого. И поэтому вот оно копится дальше. Я не могу сказать, что я в восторге от лоботомии, но я все равно... Какой-то, да, опыт. Ну, ты же вообще не любишь все это. Что круче, попут или симпл димпо? Так, ладно. Что-то на молодежном. Все, дорогие мои друзья, вот такой сегодня получился ролик. Спасибо, Катя. Спасибо, что позвала. Подписывайтесь. Где на тебя подписывается? В запрещенной грамме? В запрещенной грамме, в Антапте. Ну и спасибо вам за внимание. Всем пока.